После долгой зимы в Иваново из жарких стран прилетели не только грачи, но и футболисты. Текстильщик вернулся с турецких сборов и уже приступил к тренировкам на родном поле. Первая половина сезона у красно-черных не задалась. В ноябре ивановцы ушли на зимний перерыв на седьмом месте турнирной таблицы. Отчаянные времена требовали отчаянных мер, и руководство клуба решилось на замену в тренерском штабе. Ввиду ситуации, которая у нас складывается по положению в турнирной таблице с клубом, по игре, которая нас не очень устраивала в первой половине чемпионата, мы решили, что новым главным тренером будет Евсеев. Задача одна – попасть в тройку. Мы эту задачу не снимаем, поэтому мы и делаем усиление сегодня на тренерском мостике. Новый главный тренер – хорошо забытый старый. Евсеев уже знаком ивановским болельщикам, хоть и в амплуа помощника Дмитрия Парфенова. Теперь вот сам встал у руля. Текстильщик с тех пор сильно изменился. Нужен новый подход и свежий взгляд на ситуацию. Я сюда и пришел, чтобы улучшить в первую очередь игру. А если будет игра, то придут результаты. Если придут результаты, то придет болельщик на трейбун. Обновленному текстильщику новый капитан. Вадим Евсеев вручил капитанскую повязку Денису Фомину. Капитан должен вести команду, стимулировать игроков. По всем этим критериям Денис подходит. А еще он давно в текстильщике. Он ивановец и сейчас принадлежит клубу премьер-лиги «Урал». Это уже говорит о его уровне как игрока. Конечно, неожиданно было. Все-таки возраст молодой. Ответственность большая. Капитан – это, прежде всего, лидер, который ведет с собой команду, подсказывает. В раздевалке тоже надо быть лидером. Постараюсь не подвести руководство. В остальном команда не сильно изменилась. Разве что на позицию левого защитника. Текстильщик сумел заполучить Дмитрия Шилова. Игрок перешел в ивановскую команду из тульского «Арсенала-2». И уже готов выйти на поле с новыми одноклубниками. Быстро сыгрались, потому что все ребята уже опытные. Так что никаких проблем не было. Быстро влился. Первым соперником красно-черных после долгого перерыва станет команда «Коломна». Она занимает сейчас 11-ю строчку первенства. Соперник сильный и непредсказуемый. Ивановцы помнят это по осеннему отрезку первенства. Нельзя недооценивать команду. Они нам уже устроили в «Коломне». В прошлый раз ввели 2-0, 3-3 сыграли. Так что надо настраиваться и брать реванш. «Коломна» – лишь первая ступень. План от игры к игре наверстывать упущенное. И подняться в таблицы так высоко, насколько это возможно. Игроки соскучились по родному стадиону и по ивановским болельщикам. И всех приглашают на игру. Мы готовились конкретно к оставшимся 10 играм. 9-го числа мы увидим, как мы подготовились, что мы из себя будем представлять. Я надеюсь, что все те наработки мы воплотим в игру. У абонентов кабельной сети «Интеркомтел» есть уникальная возможность посещать матчи текстильщика, не покидая своего дома. Возобновляется сезон, возобновляются и прямые трансляции со стадиона. Не пропустите! В воскресенье 9-го апреля матч «Текстильщик-Коломна» в режиме реального времени на телеканале РТВ Иванова и на сайте iComtel.ru. Начало трансляции в 16 часов 55 минут. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванова.